Так, да, Никита просил меня сыграть что-нибудь другое. Я вообще рассчитывал на что-то неплохое. Никит, выбирай между Е6 и С6. С6, конечно. А почему не Е6? Ну, потому что надо через Д5 играть вообще. Зачем отдавать ещё одну пилошку? Почему он С6-ки не поднял? Это просто какой-то северный, без пяти темпов и без игры. Без ничего. Хотя это всё равно лучше, чем то, что ты обычно получаешь по дебюту, так что нормально. Зачем всё? Ну, кто ж так гомбит играет? Давай Е5, блин. Но Е5 это детский сад. Детский сад это сначала отдать две пешки, а потом поставить коня, оно до 7. Да Е4, ну хорошо, так тоже хорошо. Всё, гомбит удался. Жёстче надо с ними обращаться, ты чё? Гомбит удался, по-моему. Удался, да, всё, молодец. И в три. И в два ноля цикарь. Почему в два, давай в три. Какие три, там ни одной пешки нет? И что? Что мешает два ноля идти, скажи мне? Это даже наша атака не мешает никак на самом деле. Я хотел, что в четыре пройти, чё ты менял? Атака всё равно будет фигурной, так что абсолютно без разницы, куда мы уйдём. Наоборот, лучше же, если король будет на безопасности стоять. Всё, ходи давай. По-моему, я отлично разыграл га-безду. Тоже вообще вопрос, что чё, там такая уж полная компенсация, но... Можно было рассчитывать на намного худшего, на самом деле. Слон-Д4, давай. Повиду. Накидывай конь-Д3, да, всё правильно. И на Ф-2 зависло в конце варианта. Я зависло. На Ф-2. А в конце какого варианта? Слон-Д3, Е-Д, перс-Б, Д3, слон-Д2. Слон-Д2. А, значит, наоборот. Ну, я думаю, что он... А, всё-таки решил отдать снова. Может быть, стоит шах включить, да? Может быть, слон-Д2 стоит сыграть? Слон-Д2 точно не стоит сыграть, а вот шах, может быть, стоит включить. Да, на коне Е4. А, всё нормально. А почему этой ладьёй? Ну, вот, я не знаю. Здесь чисто наугад пошёл. Ладья-Д2. По виду так выглядело лучше. Фиаси-Д2. А слон на связке не потеряется? Я знаю. Пожалуй, нет. Ладья-Е... Ой, да, господи, что-то печально. Ладья-Ф1. Ферзь-Д2. Ладья-Ф6. Ферзь-Д5. Всё нормально. А, ну, он вообще как-то податливо пошёл. Ну, коня закидывай на Е3. Не ед. О, это тактика ловли ферзя? Тактика, ломаем центр и даём мат королю. Ну, он же не будет бить. Какая он сказал, без ладьёй останется. Да. Красиво, да. Кстати, мои ходы через ход. Какой ужас. Ну, вот, видишь, нам антали. Не, ну, тут мат на быть, сейчас мат какой-нибудь придёт обязательно. Да. Ну, он, кстати, хорошую защиту нашёл, наверное, единственную. Всё равно мы выигрываем. Путём слона-2. Нет. Не путём слона-2, путём слона-4. А зачем это? А, ну да, так хорошо. Ну, это красиво, по крайней мере. Ну, слона-2 мне тоже казалось... Сейчас кони... А, ну, он решил не идти на главный бара. Ну, и пофиг, тогда ферзант на 2 прятать там, и всё, сейчас закончится. С такими фигурами у него. Сейчас мы вот сюда поставим этого парня. Надо никого вести, иди куда. Ты не знаешь, какой настоящий ход сделать, ну, как отпустишь случайно. Ну, чего у него зависло здесь. Мы подвяжем. Проще всего, да. По крайней мере, грамотней всего, наверное. Ну, что не очень грамотней, потому что в институте ухода. Ну, а теперь всё, просто выжь сразу. Мы по объёму здесь вот. Да. Да, и нельзя ничем брать. Да, ну и по идее, это тоже снова никому не интересно, но здесь хочет обеих. Почему вот этой позиции надо сопротивляться до упора? Ну, сейчас посмотрю, как ты покажешь свою технику. У меня её, в принципе, нету. Ну, я в сексу-2 пошёл бы. Давай же, любой ход быстрее. Да, 30 секунд. Лишних. Лишних 10. Ну, хорошо, у тебя последний ход, слава богу. Очень неуверенно реализация. А неуверенно реализация, на неё больно смотреть. Лишняя ладья. Да, причём здесь это? Ну, видно, что неуверенно играешь, а так нельзя. Почему? Зачем? Зачем менять ладью? Что-то можно было много ходов сделать быстро. Всё, веди пешку в грязненьке. А он пад не получит? Она будет ухачить постараться, если честно. Да, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.